Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео у нас будет обзор на новое тональное средство от Шелл Тилбери, которое называется Это тот продукт от Шелл Тилбери, который очень многие ждали с нетерпением, когда же он появится уже в магазинах, и я в том числе, потому что у меня, как оказалось, нет такого большого количества классных тональных основ, именно поэтому я тоже была в предвкушении наконец-то купить этот тон и сделать на него обзор Я покупала этот тон в Sephora, я знаю, что сначала появился этот тон на сайте британского магазина, потом он появился на сайте Beautylish, и уже потом он оказался в Sephora, и я дождалась, когда он появится в Sephora, и пошла в Sephora, и подобрала свой идеальный оттенок, как мне кажется, потому что иногда, когда ты покупаешь что-то онлайн, очень сложно ошибиться и выбрать что-то либо слишком светлое, либо слишком темное Поэтому да, сегодня у нас будет обзор на эту малышку от Шелл Тилбери, и я взяла оттенок 3, Neutral, и это оттенок из семейства для очень светлой кожи, чему я была удивлена, потому что я думала, что у меня загорелая кожа, да Итак, стоимость этого тона составляет 44 доллара, и этот тон вышел с большим количеством оттенков и подтонов Можно выбрать очень легко оттенок, который подойдет именно вам, особенно если у вас светлая кожа с каким-то очень уникальным подтоном, и из-за этого вы не можете подобрать для себя идеальный оттенок тона Возможно, это будет тот продукт, который позволит вам выбрать свой идеальный оттенок Итак, что мы имеем? Мы имеем тон в очень комфортной упаковке для путешествия, потому что если бы она была, например, стеклянной, не думаю, что было бы так легко путешествовать с ней, потому что велик шанс разбиться И мне этот тон напоминает упаковку CC-крема от It Cosmetics, вот примерно тот же концепт, ну или, например, Huda Beauty, и ее тон, который мне не подошел, вот примерно тот же самый концепт И мне нравится упаковка, честно, и этот продукт идет с помпой, люблю, когда тональные средства идут с помпами, это просто легче выдавливать продукт именно таким образом При прикосновении этот тон ощущается очень мягким и в меру плотным, то есть если я сравню этот тон, например, с CC-кремом от Elf, Elf, конечно, вообще в разы плотнее, у этого тона средняя плотность, и я бы сказала, что он таким и ощущается Мне, кстати, очень нравится этот легкий аромат, хотя многие, я слышала, говорили, что у этого продукта нет аромата, у него есть аромат, он такой легкий, цветочный Этот тон сделан в Италии, как и большинство продуктов от Shell Tilbury, и здесь мы получаем 30 мл в объеме, и срок годности этого тона 12 месяцев Но теперь давайте перейдем к другой части видео, где мы нанесем этот тон, где мы будем тестировать этот тон, и где я вам расскажу об особенностях этого тона, которые вам тоже нужно знать Поехали! И давайте уже перейдем, наконец-то, к тестированию тональной основы новой от Shell Tilbury Я взяла оттенок, который называется 3 Neutral, у меня был выбор между третьим и четвертым оттенком, и третий, который посветлее, он оказался прям наиболее идеальным для меня Кстати, если вы знаете, наверное, вы знаете, что нужно всегда тестировать тон вот здесь, вот, то есть там не на руке, именно в этой зоне Что нам Shell Tilbury обещает об этом тоне? Этот тон, он, как говорит Shell Tilbury, магический Магический почему? Потому что он делает все, что вы хотите с вашей кожей, так сказать, да? То есть этот тон, он имеет в себе сияющий финиш, этот тон при ежедневном использовании способен сделать вашу кожу в разы красивее, в разы увлажненнее Также можно будет заметить, что рельеф кожи, он как будто бы разгладился, что безумно круто На упаковке у Shell Tilbury всегда очень много обещаний, увлажнение можно верить здесь на целых 166% И самое главное, давайте просто придем уже к главному, это тон среднего покрытия, у него сияющий финиш, и он идеально подходит для светлой кожи с нейтральным подтоном, что здорово Еще один плюс, который мне очень понравился, это то, что этот тон, он создан на основе ингредиентов для ухода за кожей, чтобы сочетать мгновенное сияние и устойчивое покрытие с долгосрочными преимуществами ухода за кожей Два компонента, которые здесь являются главными в этом тоне, это экстракт розы и также гиалуронка То есть, я не знаю насчет розы, насколько мне понравится это, но гиалуронка это всегда здорово И еще здесь также есть в составе кокос, что меня так немножко, ммм, кокос, потому что очень часто можно видеть, как говорят дерматологи, что кокос это комедогенное средство Оно не самое лучшее в составе ухода, либо косметики, поэтому мне будет очень интересно посмотреть, насколько моя кожа хорошо или плохо отреагирует на этот тон Кстати, ребят, я извиняюсь, что моя кожа не в таком прям идеальном состоянии, она у меня обычно в очень хорошем состоянии, у меня мало бывает каких-то воспалений, прыщечков Но именно когда я решила снять вот этот обзор на тональную основу, все это появилось буквально вчера, по-моему, да, я все это обнаружила в своем лице И я долго думала, взвешивала, стоит ли мне сегодня записывать видео или отложить, но если я отложу, то тогда это будет уже как бы неактуально, да, наверное Я не знаю, как это объяснить, честно, что вообще вот это такое, но я точно уверяю вас, моя кожа будет в лучшем состоянии через буквально каких-то пару-тройку дней Ну все, ребят, не перестаю болтать, давайте же просто попробуем этот тон наконец-то Кстати, сегодня я использовала крем у Charlotte Tilbury, и я думаю, что я еще его нанесу, потому что я нанесла его в начале дня, и уже, понятное дело, у нас типа 4 часа И я думаю, что мне нужна какая-то основа для того, чтобы этот тон лег чуть получше Кстати, я до этого не была знакома с этим кремом от Charlotte Tilbury, я, по-моему, получила его в бьюти боксе, в мистери боксе от Charlotte Tilbury Я недавно начала только понимать, наверное, этот крем, и я стала замечать сейчас, что моя рука прям тянется к этому крему Это гораздо проще нанести этот крем, чем наносить, допустим, увлажняющий крем, потом наносить солнцезащитный крем и так далее А когда есть это все два в одном, это всегда круто Здесь, конечно, SPF не, там, знаете, 40-50, по-моему, она здесь только 15, но, в общем, для моментов, когда ты просто находишься дома и не выходишь на улицу, мне кажется, это очень даже хороший показатель Итак, сегодня мы будем использовать два способа нанесения этого тона Мы будем использовать спонж, и также я буду использовать кисть на другой стороне, чтобы посмотреть, есть ли разница между двумя способами нанесения Давайте же посмотрим на оттенок, мне очень интересно, насколько вообще я идеально подобрала его Я слышала, кто-то говорил, что запаха нет у этого тона, но мне кажется, он есть Такой цветочный какой-то, цветочный приятный аромат Я не сказала бы, что здесь вообще нет запаха Мне нравится, кстати, когда есть небольшой такой аромат, вуальный, можно сказать, в тональных основах, это круто Тенок, слава богу, не выглядит каким-то оранжевым Здорово, мне кажется, он нам подойдет Немножко убавила яркость, и я просто хочу вот так вот вбивать этот тон Я вижу сияние сразу же прям, это то, что ты видишь, сияние Особенно на свету это видно, когда я использую лампу Кожа приобретает более ровный тон, это ясное дело И она сразу начинает светиться изнутри, как будто бы Мне определенно очень нравится нанесение со спонжем То есть все легко растушевывается и вообще смотрится шикарно Кстати, у меня здесь вот этот прыщик Посмотрим, насколько этот тон сможет уменьшить его выраженность Ну, да, понятное дело, тут еще нужно консервом поработать Честно, мне нравится, что я вижу Если посмотреть на мою левую и правую сторону, то разница, она, конечно, очевидна Немножко нанесу вот сюда Честно, если этот эффект будет держаться до конца дня Вот именно таким образом моя кожа будет вот такой отфотошопленной Вот правильное слово отфотошопленной То я не знаю, сколько я закуплю баночек этого тона Настолько мне нравится этот эффект сразу же, понятное дело Вау Даже не приглядываясь, вы можете видеть, насколько сияюще смотрит сразу же кожа Как будто бы я добавила какой-нибудь хайлайтер в свой тон Наконец-то я буду использовать свою новую кисть от Hit Cosmetics в форме сердечка Смотрим, какой способ нанесения все-таки будет лучше Мне почему-то кажется, что именно спонжем будет получше Потому что, ну, спонжем всегда все смотрится гораздо более естественно Кисточкой всегда нанесение гораздо плотнее Такое ощущение, что кистью этот тон не прям так легко растушевывается, расходится по лицу, я не знаю Но определенно, мне кажется, эта сторона смотрится плотнее, чем эта Сейчас я понимаю, что Charlotte Tilbury имела в виду под сияющей основой, которая там просто все разглаживает, все красиво выглядит Я думаю, что когда в тональной основе есть какой-либо блеск, это всегда смотрится немного выигрышнее на коже, чем когда тон просто матовый Сияние, оно как будто бы скрывает все недостатки, как мне кажется Из-за того, что здесь, кстати, возможно, есть кокос Этот тон, он настолько сияюще смотрит Скажите, ребята, пожалуйста, видите ли вы разницу в нанесении спонжем и кистью? Лично мне кажется, что эта сторона, где я использовала спонж, она выглядит лучше, она выглядит естественней И как будто бы мои поры, они скрыты, они не так видны, как на этой стороне Может, потому что, конечно, у меня поры здесь, больше на этой стороне лица Но мне кажется, эта сторона со спонжем, она выигрывает в плане того, как лицо хорошо выглядит Я поняла, с чем у меня ассоциируется этот тон Он настолько сияющий, но он не такой сияющий, как, например, знаете, тон от Huda Beauty, который я расхламила недавно Он напоминает, этот тон напоминает мне очень сильно голливудский фильтр от Charlotte Tilbury Вот примерно такой же блеск я вижу, когда я наношу этот, больше как хайлайтер, на лицо точечно Посмотрим в конце дня, насколько это все так же будет красиво смотреться А далее я нанесу консилер И консилер я буду использовать от Nars в оттенке Affugato Я, кстати, очень хотела купить консилеры либо от Lancome, либо от Anastasia Beverly Hills Но когда я была в Alty, я поняла, что там нет подходящих оттенков для меня Но все фоли мне сказали, когда я была там последний раз, что Anastasia Beverly Hills это очень такой плотный консилер Он, наверное, даже плотнее, чем Tarte Shape Tape, который мне очень нравится так же Сегодня я использую что-то очень такое легкое, можно сказать Посмотрите, насколько лицо смотрится сияющим даже после нанесения консилера Я, наверное, просто не была готова к такому блеску Но это очень сияющая основа, и вы должны это знать У меня уже есть такие небольшие предубеждения, насколько этот тон прям хорошо подойдет тем, у кого кожа жирная или комбинированная, как у меня Я не сказала это в начале, но у меня комбинированная кожа Поэтому я всегда с осторожностью отношусь к тонам, которые очень-очень сияющие Знаете, взросление это когда ты покупаешь пудру целую, потому что ты всегда получала, что тестеры Я на днях в Сифоре купила полный размер пудры от Huda Beauty в оттенке Pound Cake Да, Pound Cake это самая идеальная пудра на самом деле для бейкинга Она очень вкусно пахнет, и она просто делает ваше лицо идеально на самом деле Пудра эта, кстати, хорошо подходит для бейкинга и просто чтобы пройтись кистью по лицу, чтобы закрепить макияж Наверное, сейчас я все больше интересуюсь пудрами, больше чем чем-либо другим Я нанесу немножко пудры под глаза Дайте мне знать, ребят, если кто-то из вас тоже обожает эту пудру в оттенке Pound Cake Закреплю лоб, потому что именно лоб может давать вот это сияние ненавистное в течение всего дня 100% девочки, после использования этого тона вам захочется использовать какую-нибудь пудру Иначе ваше лицо может просто выглядеть как жирный блин Вот, мы этого не хотим, правильно? Итак, сейчас, ребят, я сделаю легкий макияж, вернусь к вам через секунду И мы уже поговорим о том, что я думаю о этой основе перед тем, как я буду тестировать ее в течение всего дня И вот так выглядит наш конечный образ с полноценным макияжем Да, мне нравится, как все у нас смотрится На сайте Charlotte Tilbury написано, что этот тон носится хорошо в течение 16 часов Мы это посмотрим Конечно, я не буду его носить в течение 16 часов, потому что у нас уже, знаете сколько? У нас уже 5 часов 10 минут Поэтому я думаю, что я сделаю тест в течение 4 часов Потому что я сегодня взялась снимать видео очень поздно Я в предвкушении посмотреть, насколько этот тон будет хорошо смотреться в конце дня Я обязательно поделюсь с вами этими впечатлениями в конце этого видео Пока что я хочу сказать, что мне нравится, как этот тон смотрится Но произошел небольшой конфуз Можно сказать так, когда я наносила румяну Я поняла, что тон, он как будто бы слез с моей кожи Я не думаю, что это вина тона Я думаю, что я что-то не так сделала Либо, может быть, я неправильно нанесла пудру рассыпчатую от Huda Beauty Либо, может быть, я как-то непонятно задела его И он вдруг разлезся Можно сказать так, правильно И это было немножко удручающе Потому что у меня не так часто происходит Когда я вижу, что тон просто слезает с моей кожи И да, это не так часто происходит Поэтому для меня это был небольшой шок Но я надеюсь, что это произошло чисто по моей неаккуратности Я считаю, что все-таки мне нравится эта сторона больше Где я использовала именно спонж, а не кисть Здесь мы использовали спонж, здесь я использовала кисть Мне кажется, именно таким образом на этой стороне Тон смотрится наилучшим образом И я нанесла, кстати, немножко хайлайтера от Шелло Тилбери Из ее палетки Которая называется у нас Nude Gasm Face Palette Вот этот красивущий хайлайтер Мне он нравится И мне нравится, как он хорошо дополняет наш образ сегодня Если бы я не нанесла этот хайлайтер Я думаю, все равно блеск так же просматривался Особенно если не наносить очень много пудру под глаза Или вообще на все лицо И пока я бы подытожила первую часть видео таким образом Что этот тон, он не скроет каких-то недостатков вроде прыщей Потому что он не такой плотный, понятное дело Это, я думаю, хорошо Этот тон, он очень сияющий У него очень красивый финиш Который все-таки больше отдает в финиш Тона смешанного с жидким хайлайтером Настолько он блестящий и сияющий Если у вас есть поры Они не то чтобы подчеркнуты Но все равно, конечно, их можно видеть Особенно если они у вас как кратеры Вот, допустим, у меня здесь Я не знаю, видно ли на камеру Но как бы я их вижу Но из-за сияния хайлайтера и, наверное, тона Они не так заметны Я ощущаю, что как будто у меня на лице фильтр Вот настолько он, наверное, делает кожу волшебной и магической Именно, наверное, это имела в виду Charlotte Tilbury Когда написала, что это магическая тональная основа Я думаю, что я и верю Окей, сейчас 6 часов почти И у нас небольшой чекин Посмотрите, какой красивый закат Прошло примерно 2 часа С того, как я нанесла этот тон И я хочу сказать точно, что Мне нравится, как это смотрится Вот здесь, наверное, это лучше видно Но я пока не вижу никакого блеска Может быть, это все дело в пудре, которую я использовала Но да, это очень красиво смотрится Очень дорогой финиш у этого тона Я уверена, однако Если у нас сейчас была бы очень жаркая погода То, естественно, на лице все это смотрелось бы по-другому Но так как мы сейчас в зиме У нас на улице реально прохладно Я думаю, из-за этого тон смотрится нормально Буду дальше его тестировать И мы встретимся уже с вами в моей битве комнате Ну что, ребят, я вернулась Я тестила этот тон больше 4 часов Ближе к 5 часам, можно сказать Сейчас у нас на часах 10 часов вечера почти И я в шоке от итога нашего тестинга Потому что я не ожидала, что мое лицо будет таким жирным Как блин в конце дня Я знаю, что этот тон имеет в себе сияющую основу Но то, что мое лицо будет настолько сияюще жирным в конце дня Я этого не ожидала Я не использовала специально никакие салфетки Для того, чтобы убрать, понятное дело, весь этот жир Я могу это сделать, да Но просто посмотрите сами Насколько этот тон может сделать ваше лицо жирным Если у вас комбинированная кожа Или в особенности, если у вас жирная кожа Хоть мы и нанесли хорошую пудру от Huda Beauty Это не помогло не появиться этому блеску И поэтому, я не знаю Мне нравится этот тон, мне нравится, как он смотрится Но мне определенно не нравится финиш, который я вижу в конце дня В особенности, если это будет очень жаркий летний день во Флориде Я думаю, что это будет еще хуже Жирный блеск проявляется в тех местах, где в принципе я и вижу жирный блеск Если я, допустим, не использую салфетки для того, чтобы убрать жирный блеск Или если я использую, например, очень сияющую базу под тональную основу Или, как в данном случае, если я использую очень сияющий тон Я бы дала этому тону, наверное, твердую восьмерку Восьмерку, да, семь с половиной или восемь Восемь, наверное, все-таки Мне безумно нравится эта средняя плотность у этого тона То есть он не слишком плотный, но и не слишком легкий Что вот прям хорошо, потому что это золотая середина И мне нравится это Мне нравится этот легкий цветочный аромат в этом тоне Мне нравится, что он не прям супер дорогой Достаточно доступный для бренда Шерл Тилбери Мне нравится оттенок, который я выбрала Это просто идеальный оттенок Один из самых идеальных оттенков, я бы сказала, который я когда-либо покупала Когда дело касается моего типа кожи и этой сияющей основы Я думаю, что это будет хорошей идеей использовать, например, матовый праймер Чтобы блеск не появлялся Потому что, если подумать об этом Этот крем от Шерл Тилбери Мэджик Крем, он достаточно жирный Ну, то есть он не совсем жирный Но все равно он питательный Соответственно, если использовать эти два продукта вместе Это, как мне кажется, даст еще больше этого ненавистного жирного блеска Вот, сейчас я хочу использовать вот такую вот свою штучку от Beauty Blender И посмотреть, сколько это все может измениться в лучшую сторону Ну да, понятное дело, что сейчас все получше смотреться будет Хайлайтер тоже, я думаю, не сделал картину лучше Потому что именно в этой зоне хайлайтер плюс жирный блеск Дают еще более, больший эффект жирного блеска В общем, вердикт таков Я считаю, что этот тон нужно использовать с аккуратностью Тем, у кого, как у меня, кожа склонная к жирности К комбинированной коже, либо жирная кожа Ну а тем, например, у кого кожа сухая Мне кажется, не будет такого эффекта жирного блина к концу дня Я почему-то думаю, что причина, почему этот тон такой прям блестящий и сияющий Это может быть даже из-за ингредиентов, которые в этом тоне А именно кокос, кокосовый экстракт, экстракт розы То есть все это вместе, как мне кажется, может давать этот эффект Слишком-слишком сияющей кожи Это некрасиво смотрится к концу дня Будет очень интересно почитать в комментариях, что вы думаете об этой тональной основе У Чарлот Тилбери и насколько вы в восхищении попробовать ее, когда она появится, например, в золотом яблоке И на этом я буду, пожалуй, заканчивать свое видео Я очень надеюсь, что это видео как-то помогло вам в решении покупать ли этот новый запуск от Чарлот Тилбери или нет И я также надеюсь, что информация из этого видео была для вас полезной Я вас всех люблю, ребят, до новых встреч, не прощаюсь, пока-пока!